Слотокинг. Ты по-любому у выгращей. Анна Валдемера, поскольку вы уже упомянули зэков, хотел бы вас порасспрашивать. Вот в тот момент, когда еще был жив Пригожин, когда он лично ездил по тюрьмам и вербовал заключенных, вот они, наверное, могли тогда еще пребывать в каких-то там, я не знаю, фантазиях, предположениях о том, как будет проходить их служба. Они могли на что-то там себе рассчитывать, ошибочно, конечно же. Но вот теперь, когда по прошествии вот этого времени и с пониманием того, о, да, ведь все-таки сарафанное радио работает, и они знают, какой процент, какая вероятность остаться живым, завербовавшись в российскую армию вторжения. Вот поменялось ли сейчас отношение зэков, вот когда к ним приходит вербовщик? От вагнеровцев, от редута, еще от кого-либо. Как они сейчас реагируют на эти призывы подписывать контракт? Ну и если в целом общая бигпикща картина, то тюремное население России помнило в данном случае от истории, когда там после общения с вербовщиками 150-200 осужденных идут там на вахту в дежурную часть и стоят в очереди, чтобы быстрее написать заявление и поехать туда за медалью Героя России, чтобы стать миллионером, либо в крайнем случае попасть на Аллею Славы с тем, чтобы тобой гордилась вся семья, все вот это вот вранье, о котором пичкал их Пригожин, все это, конечно, уже теперь не работает. Поэтому, когда приезжают вербовщики, ну, во-первых, они не такие талантливые, как Пригожин, все-таки у Пригожина все было, знаете, как в театре, в спектакле, там зависал вертолет над колонией, потом на территорию заходил человек с тремя медалями, там, звездами Героя России на груди и с пистолетом в кармане, который мог на три буквы грубо посылать любого сотрудника тюрьмы, в том числе, там, начальника тюрьмы, завоевывая авторитет в глазах заключенных. Конечно же, военные вербовщики выглядят очень скудно на фоне вот того спектакля, который Пригожин закатывал регулярно. Но при этом, помимо этого, да, здесь немаловажна большая работа, которая была проведена правозащитными организациями, журналистами, которые на протяжении более года разоблачали эту абсолютно бесчеловечную, аморальную схему отправки осужденных на фронт для участия в этой подлой оккупации. И, конечно, часть мужиков в тюрьмах не идет, потому что понимает, что впереди лютая смерть и там жесть из-за чувства самосохранения. Часть, потому что в целом уже приходит понимание, что это не их война, что это оккупационная война, участие в которой не принесет никакого позитива, никакой славы в будущем ни с точки зрения путешествий по миру, потому что все эти люди однозначно будут в черном списке, ни с точки зрения даже жизни внутри России, потому что большая часть людей, как бы там Роспропаганда не надувала эту картину, они в целом молчаливы, но они не поддерживают войну. Да, Володимир, а откуда приходит, помогите понять, да, откуда приходит к ним это понимание? Ну, я ведь себе предполагаю, да, что у них нет доступа к альтернативным источникам информации, что им показывают российский телевизор, в лучшем случае, да, они его смотрят. Откуда к ним может прийти такое понимание, кто занимается этой разъяснительной работой? Вы упомянули о правозащитных организациях, но есть ли доступ к основному контингенту российских заключенных у этих правозащитников? И ФСБ, и главное оперативное управление ФСИН России, которые контролируют тюремную систему, они достаточно коррумпированы, и плюс они выстраивают часто свою оперативную работу на основе мобильной связи. И как раз вот эти вот мобильные телефоны, которые якобы коррумпированные оперативники заносят за какую-то там якобы взятку сотрудникам, это всё является таким большим ОРМ, когда тюрьмы заполняются телефонами, смартфонами, с тем, чтобы уже их агентура могла кого-то там записывать на видео, на аудио, могли какие-то пытки снимать, теперь уже не на видеорегистраторы, как это было в Саратовской ТВ-1, а уже на мобильные телефоны, чтобы они были на связи и с тем, чтобы создавали большую систему вымогательства денежных средств, для того, чтобы как раз заключенных вгонять в долги, переводить их в статус там самый нижний в среде осужденных, с тем, чтобы оттуда уже создавать невыносимые условия для определенной категории, с тем, что когда потом к ним приезжают вербовщики из армии, те, знаете, как пробка из бутылки шампанского, к ним уже вылетали, которые были готовы на все, что угодно, лишь бы не быть так называемым петухом в зоне. Вот это все как бы, то есть у нас 70-80% российских тюрьм, они наполнены смартфонами, телефонами, которые, еще раз подчеркну, в первую очередь используются в оперативных целях ФСБ и ФСИН, но в том числе, которые, конечно же, помогают заключенным узнавать правду, в том числе смотреть телеграм-каналы, ютуб-каналы и так далее. Помимо этого, конечно, родственники заключенных, которые приходят на свидание и тоже периодически что-то говорят, плюс адвокаты, плюс арест и пополнение новыми людьми, которые со свободы арестовываются и осуждаются уже в 2022-2023 году. Поэтому в любом случае там иллюзии ни у кого в тюрьмах практически нет. И поэтому как раз, когда теперь вербовщики приезжают, вот по нашей информации, вот за последние месяцы, но в некоторых колониях, например, из тысячи осужденных соглашается 5, 6, 7, 10, 13 человек. То есть уже речи на сотни или на десятки не идет. Это основной контингент. А вот помогите понять, да, а вот для убийцы-рецидивиста, которому там 10-20 лет еще сидеть, вот для него, как мне кажется, да, это идеальный шанс выйти на свободу, заняться любимым делом, убивать, да, теперь украинцев с одобрением государства, получить медаль, я не знаю, там, возможно, как бы потом вернуться героем, да, на Россию и там продолжить снова-таки любимое дело с убийствами и ограблениями. Вот для таких, для убийц-рецидивистов, это же идеальный шанс. Они этот шанс, они этим шансом пользуются сейчас? Да, конечно же, в данном случае как раз вот когда мы слышали первые слова первых вербовщиков еще в июне-июле 2022 года, уже тогда на тот момент мне было понятно, когда Пригожин и вот команда вместе с ним приезжала и декларировала, что нам нужны ваши криминальные таланты, раньше вы убивали для себя и за это сидите в тюрьме, а сейчас вы поедете убивать ради страны, и страна вас отблагодарит деньгами, славой, медалями и так далее. Уже на тот момент для меня было понятно, что впереди большие свидетельства о преступлениях против человечества и человечности, что персонажи, которых вот таким образом вербуют, которые еще буквально год-два назад убили кого-то в России жестоко, и их осудили там на 15, 17, 20 лет в колонии строгого или особого режима, и теперь у них есть возможность полгода поубивать украинцев и вернуться в Россию, чтобы, кстати говоря, в том числе продолжить убивать тех, кто их там сажали, арестовывали, расследовали и так далее. У них же есть там списки вместе. Все это было понятно, что это приведет к целой цепочке страшных преступлений и к нарушению любых там правил войны, и к жертвам среди мирного населения в Украине, и к жертвам среди мирного населения в России после их возвращения. То есть это было такое абсолютное зло, и даже первые там недели, когда мы публиковали эту информацию, нам многие журналисты не верили. И я помню, как журналист из СНН позвонил мне и предложил с их департаментом фактчекинга провести совместное расследование, потому что если это подтвердится, они сказали, что это будет просто самый большой ужас в 21 веке. Но вот действительно мы теперь понимаем, что с вами уже говорим об этом как о совершившемся акте. Пан Володимир, а продолжим, да, давайте продолжим эту мысль. А может ли быть это король... Если я это говорю, единственная важная мысль. Вот сам факт того, что Владимир Путин своим указом о помиловании всех этих убийц освобождал, миловал и отправлял убийц уже убивать украинцев, вот этот сам факт указывает на причастность Владимира Путина к тем преступлениям, которые там раскрываются вашими правоохранительными органами и международными расследователями сейчас. И в любом случае вот за саму эту схему отправки осужденных на фронт, в том числе осужденных убийц Путин и его все окружение из ФСИН, ФСБ, администрации президента и из Минобороны, кто к этому приезжает, они в любом случае должны будут быть привлечены к ответственности за эту бесчеловечную схему, которая уже привела к убийству десятков тысяч и россиян и украинцев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok